всем привет с вами алексей вы на канале сантехстроен много вопросов у меня набрала гребенка на теплый пол который мы собирали своими силами и сейчас человек продавец вот хороший мой знакомый пошел на уступки и сейчас попробуем собрать коллектор и показать ну как он должен почему именно должен стоять обратный клапан и почему именно вот это вот сборка будет гораздо дешевле и экономнее чем покупать но обычно дорогостоящие например смесительные узлы то что поехали сейчас я приобрел вот такой вот коллектор для теплого пола 10 видно да красным это у нас будет подача холодным у нас будет обратка вот так же сам они могут быть и такого плана они идут с расходомерами может быть тоже есть такого разновидности куча сейчас мы будем собирать насос я буду брать фирмы грантус вот можно взять конечно насос подешевле здесь также есть у нас у у ми вега как бы фирма фирма вир есть мы будем использовать грантус сейчас я соберу полностью всю сборку и покажу как она должна работать и на что надо обращать внимание вот таким вот образом мы собрали этот коллектор если здесь видно также установили краны для подачи для обратки также сам обратный клапан вот получается у нас трехкодовой клапан фирмы фриза грантусовский насос и также сама краны перед коллектором что можно было перекрыть наш коллектор вот сейчас я объясню как она работает вот у нас пошла подача насос у нас толкает на коллектор подачи проходит через весь теплый пол и возвращается в обратку в обратке у нас просто выкидывает уже в обратку отопления и сейчас мы попробуем еще удешевить вот это вот сборка у нас получилось это белорусских рублях 541 531 рубль вот сумма здесь вот все что нам нужно будет вот так вот ну везде как бы может быть и ценники разные как бы я просто вам показываю именно вот этой вот полностью сборки и сейчас попробуем еще удешевить вот этот вот коллектор еще сделать немножечко попроще потому что если взять например именно заводской смеситель на узел он у нас выглядит просто здесь нету никаких не кранов нету вот видите также да никаких грубо говоря здесь кранов нету стоит а развознучники термостатический клапан и все больше ничего нету сейчас попробуем также удешевить потому что много вопросов стоит зачем ну как бы краны не той стороной или еще какая-то фигня и тому подобное сейчас попробуем это сделать вот такая у нас получилась вторая сборка вот у нас зашла подача если здесь видно у нас вот красненьким обозначается эта подача прошла через весь коллектор она здесь опять вернулась клапан стрелочкой на обратку вот она у нас опять уходит и здесь у нас идет подмес вот в этом вот круге но это еще только более дешевый вариант здесь вот этого соединяется у нас с обраткой и вот такого плана она получается это еще можно удешевить еще здесь такой вариант что вот это вот сборка она только работает с учетом того что у нас есть но дополнительно еще и радиатор вот например как в данном случае я здесь начертую большую схему у нас получается котел стоят здесь радиаторы и здесь уже от ветки радиаторов у нас подключается к непосредственно уже к теплому полу вот именно центральных вот этих веток если у нас радиаторов этих нету то вот это вот всю систему городить смысла нету мы можем просто вот так обрезать и оставить чисто только коллектор для теплого пола и сразу же непосредственно вот например от котла принципа вот такого вот мы спокойно подсоединяем выставляем температуру такую как нам надо и спокойно загоняем в уже непосредственно вы коллектор вот это все городить смысла нету мы выставили определенную температуру на котле и у нас сразу же начинается спокойно от котлового насоса работать уже на эти коллекторы то бишь вот так отрезали сразу от котла подсоединили подачу и вернулись в обратку но вот это вот сборка делается когда у нас будет радиатор если у нас например вдруг радиаторов нет нам надо просто соединить вот здесь сделать например за кольцовку вот так сделать и просто короче сделать здесь вот перемычку здесь вот это вот у нас вот пошла две ветки где-нибудь в каком-нибудь месте просто их соединить вместе при этом двадцатым диаметром трубы у нас пошла на подачи на котел обратка тоже с котла и просто где-нибудь поставить перемычку когда мы поставим перемычку у нас может спокойно в случае чего когда этот клапан перекроет у нас может спокойно в котле например циркулировать определенная температура для того чтобы наш например котел теплообменник как бы когда резко перекроет вот трехходовой клапан резко перекроется для того чтобы этот теплообменник он не получал например максимальную температуру кипятка сейчас я объясню для чего нужен вот этот вот клапан потому что здесь очень много писали что он как бы не нужен наш инженер сейчас вам объяснит хейтера да для чего нужен вот этот вот обратный клапан вот здесь он стоит и почему мы его ставим и так поехали рассматриваем все в комплексе котел узел подмеса радиаторы если рассматривать вот этот отдельно узел очень многие вообще не понимают зачем там клапаны зачем вообще этот узел нужен теперь объясняю как то есть вот нас котел в котле стоит 100 ваттный насос мощный он толкает воду в котел из котла идет проходит через радиатор радиатор игра котла это короткозаптутый контур маленькое сопротивление насос гоняет по этому кругу теперь что у нас происходит насос подмеса допустим отключен вообще отключен он стоит котел толкает толкает вот сюда через приоткрытый клапан вода проходит через полы даже на отключен насосе и идет вот сюда сейчас обратный клапан не имеет никакого значения обратный клапан у нас пропускает насквозь и у нас работает полы и на радиаторы и на теплые полы теперь что происходит дальше в клапане нагрелась термовставка он призакрылся поток сюда прекратил приостыло открылся и так в импульсном режиме у нас полы греются причем в них идет температура ограниченная верхней позиции этого клапана в принципе ничего страшного нет но полы работают даже при отключенном насосе что тоже не есть хорошо насос у нас включился задача насоса взять отсюда воду прогнать через полы подмешать обраточку лишнее вывернуть рассматриваем без обратного клапана здесь повторю насос у нас 100 ватт он создает мощное давление здесь и в этой точке этот насос у нас гораздо слабее насос у нас включился начинает тянуть клапан обратный открыт полностью для прогрева полов это значит насос забирает все пропуская через полы идет сюда в эту точку здесь в этой точке начинает интересно клапана нету повторю у нас вот сюда вот давит отсюда забирает вот у нас насос у нас вытягивает у нас здесь создается . точка давлением когда насос опять же тянет вот отсюда и вот отсюда здесь ему гораздо проще вытащить здесь повторюсь у нас радиаторы подтвертые вот этим насосом чем вытащить воду через контура получается вот этот противоток затыкает насос Насос это циркуляционный, он не напорный Он начинает вращаться на месте, так как упор вот сюда, вот здесь заткнут Он берет вот отсюда и отсюда и просто вращается на месте Полы не работают Дальше он создал какое-то давление, как-то там накачал, полы пробились И вот в таком импульсном режиме идет постоянная фигня Ставим обратный клапан Обратный клапан с этой стороны затыкается противодавлением Насос взял, допустим, отсюда 10 литров горячего теплоносителя Подмешал под себя водонесжимаемое, 10 литров холодного вытащил вот сюда Тогда все корректно работает Отсюда забирается, проходит через полы, лишнее выбрасывается Большой-малый круг у нас работает великолепно Для примера можете попробовать поставить и убрать обратный клапан Сразу станет все понятно Я их обычно переделываю, ставлю людям и они становятся счастливы и довольны Пока все Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok